Всем привет, с вами Дос Коз. Это мой новый аудиоблог, скажем так. Я его решил открыть, потому что, как вы знаете, наверное, если смотрите мои стримы, я люблю поговорить достаточно о многом, не только об играх. И, в общем-то, решил, что в стриме, когда я там прохожу какую-нибудь игру, отвечать на какие-то философские, может быть, или сложные вопросы, взрослые, в общем-то, грубо говоря, довольно смешно наравне с вопросами, например, о том, когда новый обзор какой-нибудь игрушки. Поэтому для вашего удобства я решил сделать отдельную такую рубрику для того, чтобы те, кому надо, могли послушать, не искали это где-то непонятно где, в записях стримов и в еще каких-то неожиданных местах. И также те, которым это не нужно, обошли бы эту страну и все. И тема первого выпуска, я думаю, что вы не так это поняли по названию, но, тем не менее, решил я вернуться к Pussy Riot. Я понимаю, что тема старая. Тема старая, по-моему, выходку они с вами совершили где-то в апреле, насколько я помню, и насколько я нарыл новостей, да, потому что сейчас буквально там 2 или 3 часа на YouTube посвятил этому времени, чтобы посмотреть какие-то репортажи, записи. Ну и все эти записи датируются апреля. Так-то у меня память довольно слабая. Сейчас уже почти декабрь. Что меня заставило к этому вернуться? Нашел я сегодня статью интересную. Не то, что даже интересную, выпиющую, скажем так. В каждом аудиоблоге я буду курить сигарету, потому что этот негатив невозможно выдерживать без сигареты. Скорее всего, я буду говорить на негативные темы. Итак, статья называется «В топ-100 мыслителей года, в кавычках, попали Pussy Riot». И все такие «Что? Какие мыслители?» Лично у меня была такая реакция, вот как этот мем с Чики Чаном. Примерно вот такое же лицо непонимания. Я сразу подумал, как эти кобылы, которые, не знаю, ни одного слова друг с другом связать не могут. А как я уже потом понял, они действительно не могут связать ни одного слова. И, в принципе, ни одной здравой мысли выпалить не могут. Если они что-то говорят, они не обосновывают это абсолютно никак. Кроме как подразумевается, что это их тупое желание. Если ты ничем не обосновываешь, ты, значит, просто хочешь. И ты не понимаешь, зачем ты это хочешь. И не можешь объяснить этого. Потому что ты сам не знаешь. Так вот, я, наверное, сейчас посвящу некоторое время засчитыванию каких-то отрывков статьи, например. Чтобы вы понимали, о чем речь. Итак, пангруппа Pussy Riot попала в список 100 глобальных мыслителей 2012 года. Составленный американским журналом Foreign Policy. С американского, точнее, с английского. Это переводится как иностранная политика, либо международное отношение. Спасибо, Вики. Участницы группы Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич заняли 16 место среди мыслителей вообще со всего мира собранных. Да, это как миллионеры в Forbes. Кроме Pussy Riot в топ-100 мыслителей 2012 года журнал включил еще троих россиян. Всего троих. Сооснователя и гендиректора лаборатории Касперского Евгения Касперского. 40 место. Блогера Алексея Навального. 45 место. Понимаешь, что он херню несет, но хоть что-то. В защиту химкинского... Лидера движения в защиту химкинского леса, это Навальный. Евгению Чирикову. 70 место. Чирикова это, по-моему, доктор филологических наук. Вот. Также там есть лидер оппозиции Мьянмы, президент Туниса Монсеф Марзуки, который выдвигал формулировку за поддержание... А. Вот формулировка от журнала, почему они его туда поместили. За поддержание жизнеспособности идеи арабской революции. Короче, все самые отъявленные. Ну, может быть, Чирикова. Не знаю, кто такая Чирикова, но... Я так понимаю, это некая доктор филологических наук. Может быть, она как-то и была замешана в политике. Я так понимаю, это политический журнал, и в топ-100 только политики входит. Хотя... Касперский какой он, нахрен, политик? Поэтому... Неизвестно, кто там еще. Политики, не политики, но раз Касперский, значит, не только политики. Так вот, грубо говоря, я думал, что буду просто на взрыве орать в микрофон очень быстро мои слова, но как-то я перебесился, пока смотрел материалы, посвященные вот этой выходке, непосредственно Пусть Риут. Пусть Риут, пусть Риут. Для тех, кто не знает, в апреле, как я уже сказал, ну, где-то примерно так, в апреле 2012 года, эти кобылы в количестве на видео было четверо, а судили трех почему-то, ворвались во время церковной службы внутрь храма и станцевали на иконостасе свои панковские бредни и орали там еще что-то. Хрен знает что. В общем, выглядело это как ломка наркоманов в поисках очередной дозы или что-то типа того, может быть, белая горячка. Я думаю, что вы сами сможете посмотреть, если вы это каким-то образом не видели, если вы сидите где-то в бункере и не понимаете, о чем я сейчас говорю. И после этого заносить их в топ мыслителей года, это, по-моему, вообще срыв с петель. Я не знаю даже, как это назвать. Все эти точки зрения, в принципе, сходятся в большинстве своем к тому, что люди рассматривают этот поступок как оскорбление, в первую очередь, верующих. Но я не понимаю, честно говоря, почему. Такое ощущение, как будто эти люди, например, ну, взрослые люди достаточно об этом говорили, да? Да, тот же Медведев, Гордон, не помню, Гордон что-нибудь сказал насчет берущих. Ну, скорее всего, сказал. Джигурду даже нашел выражающее свое мнение насчет этого. Ну, у него мнение, сами понимаете, эпатажное и провоцирующее. Ни на что оно больше не рассчитано. Вот. И это мнение сводится к тому, что эти кобылы якобы виноваты в том, что они оскорбили мнение верующих и за это поплатились, сев на два года тюрьмы. Неужели вот эти все люди вроде с мозгами способны, скажем так, лишь оценить обложку книги, но не открывать ее? А, ну, что тут? Вот, черная книга, черная обложка, какой-то дурацкий рисунок, не буду ее читать, типа того. Она, значит, плохая. Они основываются в своих обвинениях только на том, что акт вандализма, это был, с моей точки зрения, именно акт вандализма, причем не в православном, не в плане верующих, не в православном плане, а общий акт вандализма. Они это приписывают только к месту действия. То есть, раз они были в храме, они оскорбили именно чувства верующих. Тех, кто там был, тех, кто там не был, но истинно верят в Бога и, в принципе, совершают все необходимые для звания верующего человека действия. Ну, там, пастицы и тому подобное, совершают какие-то паломничества и так далее. Таких, кстати говоря, немного. Вот, их всего около 3%. Поэтому все остальные верующие, которые, точнее, не верующие, а псевдо верующие, которые говорят, что они верят в Бога, либо перестаньте это говорить, либо делайте то же самое, что эти 3%. Доказывайте это своими действиями какими-то, которые, в принципе, прописаны в некоторых правилах. Так вот, грубо говоря, я человек неверующий и, как бы это плохо не звучало, на чувства верующих мне в данном случае глубоко наплевать. Это акт вандализма и от смены места действия этот акт вандализма не теряет, как бы, актуальности. Если, конечно, этот день не на помойке бы происходил, но я говорю про культурные какие-то заведения. Например, взять Большой театр. В принципе, тоже такая же обстановка, большое помещение, культурное место, наследие, так сказать, предков. И я думаю, что если бы они там совершали это, то, скорее бы всего, абсолютно так же бы и сели. Хотя, не знаю, верующие бы в таком случае здесь уже не подключались. Насчет того, насколько бы они сели и сели, вообще рассуждать в данном случае, по-моему, глупо. Так что я ступил. Но, тем не менее, ту провокацию, которую они рассчитывали сделать, они сделали и вызвали либо необщее, всеобщее негодование, либо поддержку. Потому что довольно много людей, а я считаю, даже не людей, а идиотов и скотов, готовых на все ради пиара. Потом высказывались в поддержку этих самых кобыл, этих самых пуссириот. Многие звезды, многие какие-то известные люди, да? При каждом удобном и не очень случае орали «Свободу пуссириот». За что свободу? Я понимаю, что эти мразоты готовы продать свою мать ради славы, ради того, чтобы про них еще пару дней поговорили на телеке и показали на НТВ. Но за что им давать свободу? Я понимаю, за что им дали наказание. Причем, не 10 лет тюрьмы, а будь я где-нибудь на месте, не знаю, какого-нибудь президента, который имеет власть над судебной системой, я бы сказал «Дайте им 10 лет». Те, кто совершат что-нибудь подобное в следующий раз, в будущем, дайте в два раза больше. Если после них найдутся дураки, дайте в три раза больше. Суд, во-первых, был чисто показательным. Вот на что делался упор, это показательность суда. Судили не их, а судили так, чтобы не какой-то кретин, а кретинов в нашей стране много, я каждый день нахожу все новых и вижу все новых кретинов и баранов, у которых абсолютно нет никаких претензий на мозги, чтобы вот эти вот кретины не сделали то же самое. Что бы было, если бы этих каблу не наказали? Любой бы вот этот вот кретин подумал, что он может так же безнаказанно делать, что ему охота. Если бы произошло именно так, то скорее бы всего после этих событий, где-нибудь через месяц, какой-нибудь моральный урод танцевал бы у вас дома, прям на кровати или на животе вашей матери, или на вашем животе, танцевал бы до тех пор, пока вы бы не сдохли. После того, как вас похоронили, он бы танцевал на вашей могиле, потому что безнаказанность. Многие думают, что их посадили за то, что они... Ну, во-первых, это группа, опять-таки, если вы не знаете, это музыкальная ру-группа, ну, как движение, да, но это некое панковское движение, в принципе, это и видно, что оно панковское, потому что так больше ни одни кретины не одеваются, только если в белой горячке. Хотя, панки даже так не одеваются. Я знаю панков, знаю котов, сегодня с этим в порядке, скажем так, со вкусом. Скажем так, это не панки, это просто какие-то скоты. Я не хочу оскорблять панков. Потому что у меня есть несколько знакомых, и они не такие. Они нормальные люди. Конечно, с некоторыми отклонениями, да и мы все с отклонениями, так что. Вполне в норме отклонения эти, да? Поэтому этих тварюк я панками называть не буду. Они себя позиционируют как панки, но тем не менее. Это чисто женское. Движение. Рок-группа. Которая выступает против власти. В принципе, так оно и переводится. Бунт-вагин. Как я перевел. Вагинальный бунт. В общем-то, название скорее намекает на бесконечный ПМС у этих вот. Мразот, нежели на что-то осознанное. В принципе, все их потуги на вот эти вот бунтарские действия, скорее всего, вызваны их желанием пропиариться. Потому что, если ты бунтуешь против власти, у тебя хоть сколько-нибудь должны быть мозги. Ты чем-то должен как-то завоевывать народ. Да? Своими словами, своими мыслями говорить. Правильные вещи. Правильные, естественно, относительно. И правильные... Те правильные слова, которые вызовут у народа какую-то поддержку. Тебя. А не твоих врагов. Но... Эти дамочки ничего не говорят. Я посмотрел опять-таки несколько роликов с интервью с этими пусть-реутами. И... Клянусь, ни одной, ни одной какой-то мысли, пусть даже тупой, ни одной мысли там не прозвучало. Там был просто какой-то невнятный лепет и тому подобное. никакого... Никакого... Не то что конструктивного диалога, а просто диалога никакого не складывалось в этих ответах на вопросах. Это был просто какой-то мемлеж. Грубо говоря. Так вот, эти бунтарские заразы. Из-за того, что они бунтарские, думают, что именно из-за Путина посадили. Ну, пускай думают. Вот. При этом этих мразов кто-то еще и поддерживает. Окей. Жигурда... Я посмотрел мнение от Жигурды по этому поводу. Каким-то раком нашел. Ну, этот девятип, он куда только не забросит. Начинаешь с космических кораблей, а выкидывают в итоге на Жигурду. Вот. Он вообще сказал, что православные люди в этом случае поступили неправославно, потому что, ну, как в этих всех библиях сказано возлюби врага своего, там, подставь вторую щеку и тому подобное. Может быть, это и правильно, кстати говоря. Вот. это такой троллфейс-мастер, знаете, вот это просто вызыватель ботхерта. Но в этих словах есть какая-то доля логики. Тем не менее, я все-таки считаю, что такие поступки прощать нельзя. Где-то я запутался в своих мыслях, опять-таки, но это потому, что я где-то около 18 часов уже не сплю. поэтому, может быть, немножко соскочу и перейду непосредственно к судебному процессу. Во-первых, когда они орали, а, когда они пришли, когда они пришли в этот храм, у одной из них был ребенок на руках, которому там где-то два года. это у Толоконниковой был ребенок. И пришла она не только с ребенком, но и со своим отцом. Когда я собирался этот аудиоблог делать, я хотел сказать о том, что они своим поступком эти пусть ревут, опозорили своих родителей. И, в общем-то, родители, как люди вменяемые, должны были поддержать суд и выступить за то, чтобы их детей посадили, потому что нормальный родитель в этом случае отрекается от своего ребенка. Да, это может быть тяжело, но и это не практикуется сейчас, наверное, вот так вот на всеобщий показ. И вообще люди сейчас как-то терпят как тряпки все, знаете, просто все вообще абсолютно. вот родил ты мразь, воспитал ты мразь, и ты терпишь, 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 винишь в этом себя и все такое прочее. У тебя родительские чувства. Но твою мать, если ты понимаешь, что у тебя по дому ходит кусок говна, то надо от этого говна избавляться. Ну вот, хотел я это сказать, но оказалось, что вот эта вот мразота, которая с своим ребенком притащилась, она притащилась туда еще и с папашей. Папаша в теме. Такая же мразь. Поэтому не скажу я этого теперь, потому что облом. Потому что родаки у них такие же мудаки. Вот. Грубо говоря, выступили они на этой, на этом иконостасе. орали-орали да орались. Их, значит, вывела охрана, посадили их в бобик, увезли, просидели они в СИЗО, были они в масках. Тоже непонятная мне фича протестующих, которые высказывают свое мнение всех таких понтовых и крутых и эпатажных, а лицо свое открывать боятся. Зачем ты идешь на протест? Зачем ты идешь на брикаду, если в итоге это не ты, а твоя маска? Тогда смысл. Ты выражаешь свое мнение, поэтому ты должен показать свое лицо. Если ты уж так боишься, что тебя по этому лицу спалят и те как-то отомстят, то сиди молча и не выпендривайся, не выеживайся и не мямлич вот там под нос какую-то херню. Если ты орешь, если ты хочешь, чтоб народ тебя слышал, то будь добр, мать его, подтяни свои хилые яйца, сожми их в руку и открой свое долбанное лицо, каким бы страшным оно ни было. Это так к слову насчет всех тех мудил, которые любят протестовать в масках. А сейчас таких много. Кстати, моего возраста, людей 20 лет, которые идут просто тупо громить все в своем пути. Вот. Короче говоря, посадили их в СИЗО, выдвинули обвинения, непонятно почему, троим опять-таки. и грубо говоря, через какое-то время состоялся суд, где они отрицали свою вину. Опять-таки, они вроде это делали сознательно, они вроде как орали, что вот так-то так-то, мы протестуем, мы перевернем все в этой стране, мы против власти, а в итоге они говорят, что это не они. как это называется, это называется пиар. Вот, то есть, они шли туда, видимо, думая, что им ничего не будет, а в итоге им что-то было. Они сразу испугались, они сразу обоссались, пусечки, и, в общем-то, начали отрицать все то, что на них, грубо говоря, вешали. На самом деле, не вешали, современная судебная система позволяет легко найти человек, был в маске. Пот, слюна, волосы, легко. Все это остается на маске. Если все это твое, а тест ДНК с 99% вероятности определить, что это твое, если это твое, то сядешь и тут уже отнекиваться, черт его знает, каким идиотом надо быть. так вот, сам факт того, что они отнекивались, говорит о том, что они просто, я даже не знаю, что это о них говорит. Это говорит просто бред. Получается просто бред в голове. Вроде это как бы протестующие, но это вроде как бы не они. Вроде как бы бунтарей нет. В итоге это получается. Вроде как бы всего этого не было, а кто-то сидит на скамье в числе трех человек. Меня поразил сам тот факт, что по крайней мере у одной из них в начале я слышал упоминания во множественном числе, что у них есть дети. Я поначалу думал, что как минимум у двоих из этих дур есть дети. Я вообще думал, что они молодые, но это не так. Одна из них бездетная не бездетная бездетная та, которая родить не может. Без детей и не замужем. Ей 29 лет. 29 лет. Светники. Я сначала думал, что это какие-то 15-16 летние вагины, которые просто безмозгные у них. Реально ПМС, гормональные срывы, все такое. Только так можно объяснить такие поступки, такие выходки. Нет! Это уже дамочки, которые уже немало лет уже скоро четвертый десяток пойдет. Собственно говоря, юбилея на встрече в тюреге. И свой первый год четвертого десятка там тоже встретят. Я надеюсь, если их не выпустят досрочно, а вполне могут. Я думаю, что выпустят скорее всего, потому что я думаю, что немало прошений было написано со стороны разных людей о том, чтобы их выпустили, чтобы их помиловали. Я думаю, что они сами будут калякать. Странно, что они писать умеют вообще. Грубо говоря, одна без детей и 29 лет. Интересно. Второй. по-моему, или 25, не помню. В принципе, без разницы. Возраст примерно одинаков между 23 и 25. Имеет как раз ребенка, долбанутого на всю голову папашу. Что меня самое интересное поразило, даже не поразило, опять-таки, я чуть не долбанулся башкой об стенку, когда это увидел и услышал. В репортаже было сказано о том, что в каком там году года примерно за три до этих событий, если ребенку два года, за два года до этих событий примерно, то есть, получается, там где-то 2010-й, наверное, 2012-й, эти пусть и Риут устроили акцию, ну, как они это называют, вандализма, протеста, да, я называю это вандализм и хер знает что, может быть, даже сатанизм, в биологическом музее устроили оргию, это первое, вот, и это вот Толоконникова, когда трахалась там с каким-то, или с какими-то, ну, если орги, то, скорее всего, ее там, оприходовало сразу несколько чурбанов, когда трахалась, она была на девятом месяце беременности, показали, ну, они, естественно, все это на фото и видео снимали, конечно, куда ж, это ж, это ж должно быть как пиар-ход, это должно в народ просочиться, с таким пузом, ну, видно, девятый месяц, помимо того, что сами сказали там в новостях, что девятый месяц, так еще и видно, что пузище, она с этим пузом трахалась, вот, вот, и поддерживать этих мразот, это значит уподобляться этим мразотам, и все те, кто вообще не в курсе, не в курсе того, кем являются эти скотины женского пола, я не знаю, ни к какому полу их, скорее всего, не надо относить, это пол, это тот пол, который называется дерьмом и мусором, это тот пол, который должен сидеть в тюрьме, этот пол, который должен потом, после тюрьмы, гнить на свалке, так вот, все те, кто поддерживает этих мразот, могут спокойно трахать своих детей, своих собак, своих матерей, отцов, потому что они уже это сделали, они уже поддержали своими дурацкими словами, своими дурацкими мозгами, усушенными, эту позицию, жизненную, скажем так, позицию существования, когда эти сволочи устраивают оргии на девятом месяце беременности, вы их поддерживаете, делайте так же, мать его, пускай вас нахер всех пересажают, я не знаю, сколько людей меня услышат из тех, кто поддерживает, но тем не менее, по поводу того же, что их в мыслители отправили, это мыслители, эти скоты мыслители, кто же тогда Касперский, если он не жених, кто же тогда на семидесятом месте доктор филологических наук, кто Джигурда, понятно, кто Джигурда, он духовный фалос, сам у себя отсасывает, стихотворениями, кто все те звезды, которые поддерживают их, Мадонна, кто, по-моему, единственная звезда, которую я помню, Мадонна начала выпускать футболки, на продажу по 20 баксов, с логотипом свободу Пусти Риот, кто она, нет, понятно и так, что она засушенная, старушенственная, но настолько засушить мозги, это абсолютное бесчестье, когда ты ради пиара готов абсолютно на все, так же страшно, как и то, что сделали вот эти вот три или четыре, я так и не понял, мешка с мусором, ну это не знаю, все не все, я думаю, что все, что я хотел, я сказал, а не сказал я лишь только то, что думаю насчет того, когда они выйдут, что думаете вы, когда они выйдут, что будет с ними после того, когда они выйдут из тюрьмы, мне интересно ваша точка зрения, ваше мнение по этому поводу, сейчас уже все понятно, они сидят, есть люди, которые их поддерживают, есть люди, которые их ненавидят, и что с ними будет, может быть, они пойдут в Государственную Думу, а, я допускаю такое, нахер судимости, чего, тут же звезды, типа Аллы Пугачевой, даже еще известнее, так что, нахер судимости, пускай, их пустят в Госдуму, я уверен, я просто не сомневаюсь, вон Януковича с его судимостью пустили в президента Украины, а что, почему бы и нет, пускай они творят наш закон, пускай они делают нам жизнь, они же мыслительницы, пускай они выдвигают свои рожи в президентские бюллетени, в общем-то, что думаете вы, будет с ними, когда они выйдут из тюрьмы, вот на этом вопросе я заканчиваю свой аудиоблог первого выпуска, и желаю вам удачи и хороших размышлений, всем пока, пока, вlementsít,